добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики продолжаю красить свои стены и потолок уже я надеюсь последний раз вчера два раза я покрасила так вроде все беленькая но есть кое-какие не точности вот я сейчас сегодня до закрашу вот и буду красить уже полы сегодня потихонечку начну красить полы хорошего просмотра вам ну 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 вот я покрасила последний раз вот сейчас потолок и стены сохнут теперь буду заниматься полами полы у меня тут вот такие принципе неплохие единственно что есть конечно такие сколы небольшие на досках я сейчас почищу прочищу пол немножко по шкурю как я делала до этого вы мою полы хорошо мыльной водой и потом может быть немножко даже зашпаклю и вот не знаю наверно зашпаклюю дырочки потому что есть вот видите какие-то моменты как-то в целом так вроде неплохой на шпаклю и потом уже начну красить вот надеюсь горка у меня бегает туда-сюда до игрушка садик не ходит и весь довольный садик не хочет идти вот бабушке горит буду помогать и все вот ведь беленький потолок беленьких лентуса и углы там совершенно не видно кто-то мне говорил там будет видно все равно ничего там не видно все хорошо там еще сохнет угол прокрасила еще раз немножко его тоже стена еще сохнет досыхает потолки все сливается где потолок где стена почти не видно как красиво природа наша смотрите разные разные цветочки всякие всякий это у нас соседний дом красиво все делает тут разные 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 цветочки пошли с игором гулять немножко погулять его вывела вот у нас дома частные даже есть возле нашего дома у нас тут три дома одинаковых совершенно стоит четырехэтажки 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 три четырехэтажки вот кирпичных они в свое время вместе строились вот но также частный сектор остался желтенький березки вот там сейчас мы туда идем направляемся это мужской монастырь совсем рядом с нами у нас женский монастырь с одной стороны а мужской сторон монастырь с другой стороны вот если туда пойти там будет женский монастырь а если вот сюда пойти будет мужской монастырь все монастыри действующие тут находятся старинные дома если им покажу вам сюда у нас конечно туристов туристы не ездят поэтому не видят старые дома различных купцов которые тут жили это же центр города тут очень много таких зданий вот этот деревянный дом вообще потрясающе сохранился там даже живут так пойдем грязь тут правда дороги видите грязь сплошная да и горк поближе какое-то дерево яблони да точно вот такой дом с резным фасадом красивым там здание тоже с колоннами я не знаю правда что это за здание было надо посчитать по истории города вот там у нас находится педучилище но тоже рядом с нами в общем у нас все рядом да у нас все рядом и вот такой красивый монастырь мужской тоже наполовину уже отремонтированный раньше он вообще еще в худшем состоянии был но сейчас отремонтированы а тут вот яблони стоят яблоньки сейчас сейчас Зачем? Мы же тут живем В этом доме с 1934 по 1961 год Жил Иван Николаевич Потехин Художник, педагог, краевед Посвятивший свою жизнь изучению углического края Домик очень старенький Но очень красивенький И в то же время Отремонтированный Красота Очень много старинных зданий Конечно у каждого улочка Города углича Это своя история Каждый дом Интересен по-своему Каждый дом Хранит свою историю Решили пройтись по улочкам По которым еще не ходили С корушкой Потому что много даже Я вот много жила Долго жила в угличе Но и то не везде Не на всех улицах была Потому что много таких маленьких улочек Коротких Где всего там Домов 10-12 стоит С мезонинами С балконами Хорошие Красивые Есть отремонтированные А есть вот такие Конечно не отремонтированные Совсем Еле держатся Но это наверное Либо начало 20 века Либо 19 век дом Вот это тоже посовременнее Или отремонтирован просто Вышли к небольшому парку Вот такому красивому Все желтенькое Листва желтые Так красиво Да, Егорушка? У нас сегодня погода Хоть более-менее Сейчас порадовала нас Дождя нет Но обещаю дождь Вот такой у нас Тут небольшой парк Возле ГЭС У нас там дальше ГЭС Ой, помочи Как я подвезу Место нельзя Там у нас построен Сейчас подойдем Мы туда Новый городок Для детей Вот Волга Мы сейчас прогуляемся Сходим Покажем вам все Можем туда ездить? Почему нельзя? Сейчас сходим туда Пойдем Не переживай А там 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 А МОКАТА Вот так Двигаются Папины Да, да, да Трамплины Ролледром построили Новый Совсем недавно Открыли его Построили Новый Совершенно турбина стояла с самого начала сорокового года на нашей гидроэлектростанции каждая лопасть весит более 20 тонн или 20 тонн в общем каждая лопасть весит 20 тонн и только недавно ее поменяли представляете сколько она отслужила вообще весь этот агрегат я даже несколько не понимаю не знаю даже сколько он лечится тонн ну вот он стоит здание нашей института гидроэлектростанции занятие экстремальными видами спорта губернаторский проект для детей был сделан не так давно открылся ролледром велосипедами но сейчас посмотрим да смотри смотри на них на велосипедах на роликах на все березы желтые красота зашли в парк посмотреть грибочки может тут тоже грибочки есть с игровым гуляем по парку дышим прекрасным воздухом да игрушка нравится что пошел сюда ну вот а то не хотел тебя вечно все время уговаривать приходится сначала сходим с бабушкой посмотри как тут красиво ну площадки что там делать там детей нет никого нет золотые маковки церквей нас разбудят нет это поганки смотрите какие поганочки выросли симпатичные а вон еще одна церковь не помню как называется наша гидроэлектростанция работает волга матушка там маленький кораблик стоит пришартованный какая гэс вырабатывала электроэнергию давала кстати электроэнергию и москве и всей Ярославской области во время войны опасная зона купаться не вверх вот и вот это чтобы ты Волговоды уже много веков, а мы выгуляем по ней. Пошли, Егорушка, дальше. Хотела вам показать наш осенний городок. Нашу осеннюю природу, красоты нашего осеннего улича. Синяя пора, очей очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания и в золото одетые леса. Красиво сказано, это точно. Это вход в мужской монастырь. Другая церковь, сейчас мы посмотрим, как она называется. Я точно уже не помню, надо посмотреть. Церковь очень старая, вот даже прески остались. Подвал или первый этаж церкви. А здесь что там? Подвал, а здесь еще. Начали реставрировать церковь. Но пока еще до идеала далеко. Видите, она стала как сильно разрушаться. Хотя церковь очень красивая. История, кругом история. Лиса там. Вот уже купола поменены. Часть куполов. Сейчас посмотрим, как она называется. Я не помню просто. Забыла уже, честно. Называется церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге. 1689-1691. В 17 веке она была построена. Вот эта церковь в 17 веке. Там тоже вот эти дома старинные, купеческие, с резными окнами, красивыми. Первый этаж заложен. Колонны. Интересно окунуться в то время, когда тут жили именно купцы. Как вообще проходила жизнь. Так интересно мне все время. Вот это у нас мужской монастырь действующий. Мы сейчас заглянем туда, если нам разрешат. Как красиво тут внутри. Вот это у нас мужской монастырь. Как красиво тут. 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 Как красиво. Как красиво тут. Как красиво тут. Как красиво тут. Как красиво тут. А этот дом уже сталинка С высокими потолками Такой С фасада березка растет Тут у нас центр занятости Населения находится В этом доме И эта улица называется Спасская Одна из старейших Улиц города Тоже красивый домик Сделан из кирпича Очень симпатичный Вот в этих домиках Мне кажется живут монахи Потому что рядом прямо с домом Все так ухожено, аккуратненько Я правда не знаю точно Не могу утверждать Красиво Чистенько, аккуратненько Все сделано Советская площадь Интересно Советская площадь Вот это дом земляных Купцов земляных Такой большой был Видно Богатые были люди Пока все обнесено забором Вот такая у меня есть шпаклевка Акриловая По дереву Она маленькая Баночка Тут немножко осталась Я подкупила вот такую То же самое Акриловая шпаклевка По дереву Экстра Чуть побольше объем Сейчас я немножко Прошпаклю Места там Где совсем сколы большие Потом уже Высохнет Затру и буду красить Вот эти Сильные Сильно большие Дырки Я не хочу Чтобы они были Сейчас их Зашпаклю Хорошая штука Шпаклевка По дереву Придумали Молодцы Мне понравилось Конечно Ее надо много Чтобы вот так Много Если делать Допустим Заделывать щели Но если надо Немножко В принципе Как бы Очень даже Неплохо Потом Обязательно После того Как она у вас Высохнет Если вы будете Делать то же самое Надо ее Обязательно Затереть Наждачной бумагой Чтобы она Не торчала Нигде Ничего И краска Ложится лучше будет И можно И можно даже Загрунтовать До того Как красить Обязательно Дождитесь Чтобы у вас Шпаклевка Вся высохла Удастся покрасить Но Навряд ли Покрывка Наверное Не успеет У меня высохнуть Почему я тут Именно это делаю Потому что тут Свободное будет Пространство Зона То есть Мебели тут Не будет стоять Поэтому я это делаю Если бы тут Мебель стояла Может быть Я не хотела бы Этим заниматься Там где у меня Будет диван Стоять И мебель Я наверное Там не буду Шпаклевать Просто Шпаклевка Сама по себе Очень дорогая А объем Уходит большой Это и время Ну вот Я все Зашпаклевала Видите Как у меня тут Там Так Тут Все Все Вот эти нюансы Теперь будем ждать Пока высохнет После того Как высохнет Я зашкурю Вот Немножко Наверное Все таки Пройдусь грунтом И потом уже Буду красить Скорее всего Это будет Не сегодня уже А завтра Поэтому Будем ждать Высыхания Ну что Вот на сегодня Все Дорогие мои друзья До новых встреч Через два дня Выйдет следующий ролик Уже Буду красить Полы Показывать Что я буду красить Как я буду красить Кто не видел Будете смотреть Стены вроде Ровненькие Беленькие Прямо Приятно К ним прикоснуться Такое Ощущение Какой-то Шелк Или что-то Такое Интересное Короче К рукам Я прошла Почти четыре раза Три раза И немножко Еще Ну тут Какие-то Нюансы Всем хорошего настроения Хорошей погоды Мы с утра Вот погуляли Показали вам Наш осенний углич А сейчас Идет дождь За окном Поэтому уже Не пойдешь Можно Капанише Погулять Но уже Не поснимаешь Поэтому Старалась Поймать погоду Чтобы вам снять Немножко Буквально Чуть-чуть Нашего осеннего Красивого города Теперь всем пока Хорошей погоды Всего доброго Удачи Хорошего настроения Всем здоровья Тепла Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok